Кузнецкий педагогический отряд «Надежда» в этом году снова покорил сургутских детей в летнем оздоровительном лагере «Юный нефтяник». С 2003 года наши молодые педагоги из многопрофильного колледжа дарят веселье, заботу и улыбки детям с севера. Пять летних смен прошли на ура. Педагогический отряд получил высокую оценку и от руководства самого лагеря, и от кузнецких методистов. Можно сказать, что ребята справились достойно, отработали все пять смен на должном уровне, но я считаю, что это заслуга, конечно, руководителя нашего педагогического отряда, Марина Юрьевна Землянская, потому что на протяжении целого года, то есть начиная с сентября месяца, ведется набор в педагогический отряд новичков, и сразу с сентября месяца начинается обучение, которое ведется по май месяц. Нужно отметить, что кузнечане третий год подряд выиграют конкурс «Мой вожатый самый-самый». На этот раз лучшей вожатой 2010 года стала Екатерина Побережная. На втором месте также оказалась кузнечанка Юлия Куршева. За неделю трое конкурсантов готовили отрядное дело, потом находили выход из сложной ситуации и показывали творческие возможности. Эмоциями от пережитого с нами поделилась Юлия Куршева. Дети, они были в диком восторге. Они на протяжении всего конкурса стояли с плакатами, они очень сильно кричали, Юля, ты молодец, мы в тебя верим. Потом после этого, когда закончился уже конкурс, все уже расходились, они шли довольны, они кричали, наш воспитатель заняла второе место, мы ей гордимся. Не успели ребята приехать и отвлечься от лагерной суеты, как уже собрались вместе, чтобы подвести итоги своей работы. А тут немного заскучали без своих любимых шалопаев и решили вспомнить, как с ними развлекались. Плакинь, он большой, он иди в свое окошко, зайка с улицами бежит и ушами жить. За окном уже началось меркаться, а воспоминания, эмоции, игры и песни не отпускали домой. За все лето привыкаешь 24 часа в сутки находиться бок о бок не только с детьми, но и друг с другом. И только когда сторож многопрофильного колледжа закрывает двери, ребята понимают, что они дома и надо расходиться. По привычке, выйдя на улицу, встают в Орляцкий круг, чтобы хотя бы на минуту снова вернуться в далекий уголок детства. Все из разлука обязательно встречи кончаются, должны проплыть вокруг земли, вернуться в город.